Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы на финансовых рынках и, как и всегда, разбираем основные события и то, как они повлияли на ключевые валютные пары. Сразу же к повестке экономического календаря. Сегодня нас ждет день инфляции, день выхода данных по индексу потребительских цен в 11.30 по московскому времени. Собственно, торговую сессию важная статистика будет открывать именно данный отчет по Англии. Напоминаю то, что этот релиз мы будем сопоставлять с вчерашним отчетом по динамике роста зарплатных плат. И даже с учетом того, что вчера по британцу мы в целом наблюдали лишь день полноценного, сплошного, тотального разочарования. Небольшие надежды еще теплиться в том, что покупатели смогут все-таки проявить интерес к британцу, смогут поднять его выше текущих позиций, остаются. И когда мы перейдем к паре фунт-доллар, я попробую аргументировать свою позицию и попробую оправдать, скажем, тактику локальную, вследствие которой британской валюте, пожалуй, стоит дать последний шанс. И этот последний шанс, опять же, датируется текущим выходнем. В 12.00 по московскому времени, то есть практически через полчаса после того, как мы с вами разберем статистику по инфляции в Англии, выйдут данные по индексу потребительских цен в еврозоне. Снова делаю большой акцент на то, что этот релиз крайне важен для Европейского центрального банка, поскольку ЕЦБ хочет тоже встать на путь других регуляторов, которые уже примерили на себе политику жесткого монетарного курса, примерили на себе более высокие процентные ставки, ну и, соответственно, отказались от программ количественного смягчения. Мы с вами прекрасно знаем о планах Европейского центрального банка. Они пока что не меняются, поскольку еще не было, скажем, возможности у Европейского центрального банка переосмыслить новые вводные, которые на финансовых рынках появлялись и появились за последние три недели с момента последнего заседания Европейского центрального банка. Но я думаю, что эти планы будут корректироваться и меняться, по крайней мере, касательно повышения процентных ставок уж точно. У нас есть две причины, по которым мы можем все же ставить на важность и необходимость сохранения мягкой экономической политики. Это причина, которая связана с риском такого глобального характера в связи с возможным усилением торгового противостояния между Соединенными Штатами Америки и, собственно, Европейским Союзом. Ну и второй риск как раз упирается в этот самый отчет по инфляции. Если индекс потребительских цен, базовое значение по-прежнему не сможет найти основания для стабильного роста, тогда низкая инфляция базовая будет хорошим аргументом для драги, для того, чтобы оправдать то, что программу количественного смельчения можно поддержать, скажем, может быть, еще в первом квартале 2019 года. Ну и, разумеется, убрать на неопределенную перспективу сроки по росту процентных ставок. Это что касается более-менее национального фундамента по еврозоне. Конечно же, сейчас, если мы посмотрим на пару евро-доллар, основной прессинг на этот актив вызван не ожиданиями того, что ЭЦБ все же еще сохранит мягкую экономическую политику, а тем, что очень трудно евро сейчас приходится на фоне роста доллара. Ну, наверное, здесь причина локальная нам не важна, потому что евро, она снижается, мы с вами хотели это видеть, мы с вами прогнозировали, может быть, заходили с разных сторон, пытаясь объяснить, почему данный инструмент должен оказаться под давлением, и в итоге действительно европейская валюта постепенно смещается в район 1.15. Также сегодня, на что нужно будет обратить внимание, это второй день выступления в банковском, скажем так, к Сенате Джерома Паула, председателя американского регулятора. Вчера ему, конечно же, большое спасибо за то, что он простимулировал рост доллара, опиравшегося на восстановление доходности американских облигаций. Но не все было идеально, скажем так, в рамках торговой сессии. Многие идеи себя отработали, но у нас был еще локальный, скажем, интерес к покупкам британца, и мы хотели увидеть снижение пары доллар-канадец, но к сожалению, именно укрепление американской валюты внесло свою лепту. И в данном случае, что фунт, что пара доллар-канадец, точнее котировки американца против британца и канадца, и наши целевые ориентиры, а именно по доллару-канадцу достигнуть отметки 1.3050, а по фунту американца закрепиться выше отметки 1.33, мы снова вынуждены ставить на паузу, потому что, конечно же, понимаем, что пока эйфория в отношении доллара не прекратится, эти инструменты не смогут оказать соответствующий прессинг на своего американского конкурента. Но тоже об этом сейчас поговорим чуть подробнее. Давайте теперь перейдем к нефтянке. 7152 это закрытие вчерашнего дня, 7174 сейчас. Старательно, друзья, для вас ищу я какие-нибудь интересные новости, сообщения, но еще один день и рынок практически без новостей. Сегодня, кстати, у нас наконец-таки долгожданный отчет по запасам нефтепродуктов, дистиллятов, в целом запасов нефти, бензина, показатели нефтедобычи в Соединенных Штатах Америки. Это статистика, которая будет опубликована в 17.30 по московскому времени. Мы с вами поговорим детально о ней уже в ходе завтрашнего брифинга. Что касается того, почему цены на нефть остаются под давлением, я думаю, что уже мы с вами и исчерпали потенциал даже технического отката. Ну, были шансы, конечно же, у покупателей чуть-чуть отыграться, они эти шансы упустили. И сейчас рынок, который развивал нисходящую динамику на старом фундаменте, готовится получить новые вводные. Я думаю, что эти новые вводные могут стать дополнительным катализатором, ускорителем для еще большей коррекции. У нас впереди, собственно, 70 долларов за баррель, друзья. Я думаю, что мы его как уровень обязательно коснемся до конца этой недели. Только лишь с позиции того, что медведям будет интересно протестировать эту планку, можно ставить на то, что этот уровень опадет. Причина, по которой нефть продают, это актуальная, скажем, с некоторых пор идея очередного перепроизводства глобальной экономики и риск накопления чрезмерных запасов. Он усилился после сообщения о возобновлении поставок из Ливии. Напоминаю, что две недели назад ливийская тема была центральной темой, на основании которой мы отводили этому региону статус того региона, который, в принципе, толкает мировую экономику в состояние дефицитности сырья. Сейчас об этом мы уже не говорим, потому что Ливия стремительно наращивает поставки. Я думаю, что через пару-тройку недель, собственно, им удастся производителям и экспортерам Ливийским выйти на прежние показатели и вернуть на рынок до 800 тысяч баррелей в сутки. Накануне, в начале недели мы видели распродажи, которые опирались на рост активности производителей и рост нефтедобычи в России и Саудовской Аравии. Я думаю, что сам факт активизации производства является подтверждением и доказательством того, что прошлое намерение поднять добычу на 1 миллион, оно было не просто так, для галочки. Это действительно ориентир, которого придерживаются, и невзирая ни на что, производство нефти в странах опять плюс будет поднято на данную планку. Мы понимаем, что это много. Это показатель, который вновь возвращает на рынок проблему перекоса спроса и предложения. И, учитывая то, что у нас есть еще и другие факторы, из-за которых мы нефть продаем, а именно потенциальное смягчение позиции Трампа по иранским санкциям. У нас есть еще и риски торгового характера. Есть еще и последняя статистика по Китаю. Мы детально о ней говорили в своем недельнике. Там уже были зафиксированы серьезные спады по спросу в прошлом месяце, который, в принципе, стал рекордным с декабря. А поскольку мы уже говорили о резкой просадке промышленного сектора и замедлении экономического восстановления до минимума с 3 квартала 2016 года, я думаю, что до конца лет этот спад еще станет более существенным и значительным. Поэтому мировая экономика явно сейчас оставляет желать лучшего с точки зрения спроса. Он не такой, как прогнозировалось в начале 2018 года. И я думаю, что он будет снижаться. Поэтому, в конце концов, распродажи нефти, которые уже пошли, друзья, они будут иметь под собой все больше и больше оснований. Самое главное, чтобы вы видели их и, конечно же, не поддавались на соблазн попробовать купить нефтянку в расчете на то, что она все же ведет выше 80 долларов за баррель. С точки зрения и что касается информации, я, конечно же, буду держать вас в курсе. Рубль 62.59, ждем 63. Видим, что и активность Центрального банка России уже снизилась. Удерживать рубль становится все труднее. Поэтому впереди у нас плавная последовательная девальвация. По евро, доллару уже в целом поговорили. 130-140 пунктов нас отделяет от психологической планки 1.15. Я думаю, что сегодня мы получим еще один шанс оказаться ближе к отметке 1.16, потому что окрепчает доллар. Доллар оказывает давление на рисковые инструменты. Также мы ждем еще и отчет по инфляции, который может стать дополнительной возможностью, фундаментальной, благодаря которой снижение усилится. Доллар и японская иена. Вчера день был крайне интересный для американца. Мы наконец-таки с вами сделали уровень 113 йен за доллар. И то, насколько бодро чувствует сейчас американская валюта, мы не увидели никаких откатов серьезных после теста этой планки, позволяет мне говорить о том, что у доллара реально уже совершенно другие ориентиры. И может быть эти ориентиры находятся сейчас как раз в районе 115 йен против доллара. На мой взгляд, именно туда американец и собирается. Нет причин сейчас делать ставку на защитные инструменты, потому что фон торговый, да, хоть и остается неопределенным, но более-менее стабильным и спокойным. Отсутствие новостей, как вы понимаете, может быть даже сигнал того, что стороны, которые участвуют в этой торговой перепалке, ищут пути и возможности для возобновления переговоров. Ну, это так субъективные выводы, которые я иногда позволяю себе сделать. В любом случае, даже если опустить то, что происходит с йеной, опустить понятие спроса, либо отсутствие спроса на защиту инструмента, я предлагаю фокусироваться только на том, что происходит с долларом. Это статистика, которая подогревает наши ожидания касательно изменения ставок. У нас была сильная розница в понедельник, у нас вчера промпроизводство, которое с отрицательной зоной в месячном выражении вырвалось в большой плюс, с минус 0,5 до 0,6%. И вопрос, почему так растет промышленное производство, нужно отметить высокий уровень доверия бизнеса, потребителей к экономике, потому что экономика действительно восстанавливается. Нужно отметить цены на нефть, нужно отметить последствия стимулирующих реформ Трампа, начиная от снижения налогов и кончая колоссальных бюджетных расходов. То есть, статистика это одна причина роста долларов. Больше еще поддержкой для американца выступили комментарии Джерома Паула, который дал исключительную оптимистичную оценку состояния американской экономики. Как любила петь дифферамбы экономики США Джанет Йеллен, то же самое сейчас делает и Джерома Паула. Правда, у Паула больше оснований говорить о том, что все классно и здорово, потому что ему достаточно начинать отсчеты с того, что безработица находится на минимуме за последние 18 лет. Инфляция наконец-таки достигла целевого ориентира в 2%. И все вопросы сразу же снимаются, потому что ФРС, Федрезерв молодцы, цели они сделали, прекрасно выполняют свои обязанности в рамках мандата. Экономика, ситуация в ней стабильная, да и то, что происходит сейчас внушает исключительное чувство доверия к тому и оптимизма, в том, что дальше будет только лучше. И в двух словах, в трех-четырех Паула именно это вчера и об этом и говорил, именно об этом и докладывал. Ну, пожалуй, что особенно стоит выделить, так это его абсолютная уверенность в том, что инфляция будет дальше расти, а соответственно, как вот прямой перевод фразы, на сегодняшний день лучшая тактика для Федрезерва продолжать повышать процентные ставки. Скептики доллара попробовали зацепиться за фразу на сегодняшний день. Якобы, если Джерон Паулс использовал эту фразу, значит, возможность ситуации ухудшится. Точнее, если она ухудшится, то Федрезерв уже будет менее уверен в том, что ставки нужно повышать. Ничего подобного, друзья, здесь не нужно цепляться за отдельные слова. Ну, конечно же, любой регулятор, если очень сильно ухудшится экономическая конъюнтура, будет менять прогнозы и планы. Но я не вижу оснований пересматривать эти прогнозы и планы для Федрезерва, потому что ситуация, ну, вы видите, действительно очень хорошая. Поэтому, если есть вера в рост инфляции, у нас четкое, такое сигнальное подтверждение того, что мы с вами ждем рост ставок в сентябре, и мы с вами ждем рост ставок в декабре. Поэтому доллар прекрасно опирается, собственно, на эти ожидания. Точнее, доллар растет, потому что восстанавливаются доходности трежерис. Двуклетки, кстати, достигли максимума за последние 10 лет. Десятилетние бумаги сейчас снова подбираются к сопротивлению 2,9, но я думаю, что и 3% тоже увидим. Скоро это неизбежно, учитывая то, насколько рынок верит в рост процентных ставок. Да и американская валюта реагирует на все это с стремительным укреплением, поэтому 113 йен, мне кажется, это даже более чем нормальный уровень, даже низковато с учетом такой фундаментальной поддержки. Я хочу поздравить, друзья, тех, кто все-таки верил в эту планку, вы достигли ее вместе со мной, вместе, опять же, с представителями Федрезерова, которые, вы помните, все же давали нам периодические намеки и сигналы о том, что ставки будут повышаться. И сейчас мы лишь абсолютно уверены в том, что именно так оно и будет. Предлагаю замахнуться на цель повыше 115. Да, крутовато, но нам также крутым уровнем некоторое время назад казалось сопротивление 113, и сейчас оно уже фактически позади. Фунт против американца. Вот, пожалуй, британца. Я сейчас точно хвалить не буду. Я бы даже сказал, что фунт стабильно в этом году портит мне настроение, потому что стараемся мы найти хорошую, отличающуюся идею от того, что звучит вообще в просторах сети интернет и со стороны всех экспертов, аналитиков, которые прогнозируют динамику британца. Но фунт остается почему-то под тотальным прессингом, невзирая даже на растущее ожидание повышения ставки в августе. Конечно же, можно сейчас сказать, что чем меньше сейчас фунт дисконтирует эти ожидания перед, собственно, самим августовским заседанием, тем более интенсивен будет последующий рост. Но я в это что-то уже не особенно верю, потому что даже тот фундамент, который сложился у нас в последние дни, он был достаточным для того, чтобы удержать фунт, но уж точно выше отметки 1.32. И сейчас мы говорим о уровнях, которые фактически приближают пару фунт-доллар к отметке 1.30. Сегодня последний, пожалуй, отчет, который может меня приободрить и может стать сигналом в пользу того, что Артем Бакерпи статистика явно указывает на то, что разворот уже неизбежен и близок. Поэтому нужно все же держать в плаке и терпеть. Хотя трудно, конечно же, наблюдать за нисходящей динамикой, когда есть четкая уверенность в том, что фунт должен расти. Но как иначе. Отчет, который мы сегодня будем разбирать, это, собственно, данные по инфляции. Будут опубликованы они, как я уже отметил, в 11.30 по московскому времени. Почему последняя надежда? Потому что вчера у нас вышли данные по росту заработных плат, они оказались, на мой взгляд, довольно скромными, 2,5%. И если вы сейчас посмотрите на показатели инфляции, прогноз, друзья, инфляция должна вырасти, потому что росли до этого цены на нефть, и они обязательно оказывают влияние на этот показатель. Поэтому индекс потребительских цен, на мой взгляд, должен оказаться как минимум на 0,2% выше темпов роста заработных плат. И, казалось бы, если инфляция превышает доходы домохозяйства, это плохой сигнал, плохой знак. Это действительно причины, за которые активность потребителей будет снижаться, и это скажется на экономическом росте. И если руководствуется с такой логикой, можно фунт продавать. Но я предлагаю все же последний раз зацепиться за другую логику. То есть, если сегодня индекс потребительских цен окажется существенно выше темпов роста заработных плат, это должно смотивировать британский регулятор к тому, чтобы в августе поднять процентную ставку. Потому что если Банк Англии сейчас не успокоит общественность рынки своей проактивностью и не осознает то, что единственная возможность ослабить индекс потребительских цен, это либо ставить на то, что котировки бренда уйдут ниже 60 долларов за баррель, либо все-таки задействовать те инструменты, которые имеются в Банк Англии. Это повышение процентной ставки. Если эта позиция не будет озвучена, собственно, британец будет и дальше терпеть тотальная фиаско, и, собственно, больше в нем находиться уже не будет смысла. Поэтому если по итогам текущей торговой сессии все же покупатели, те, кто еще остался в этом активе, не найдут оснований, возможностей для роста, друзья, тогда нужно будет признать поражение в этом дуэте финансовых активов, плюнуть на фунт и, может быть, вернуться к нему, когда улучшится ситуация и обстановка. Пока что ждем статистику, до нее очень немного еще, фактически час 45, времени все меньше и меньше, и в 11.30 уже, собственно, станет ясно и понятно, как мы будем, в принципе, работать дальше. К этой теме мы еще вернемся в ходе завтрашнего брифинга обязательно. Доллар канадец также немножко нас подвел вчера, потому что вместо того, чтобы уйти в район 1.30.50, хотя мы так близки были к этому уровню, к сожалению, пара сейчас выше уже отметки 1.32 и приближается к уровню 1.32.50. На что можно делать локальную ставку? На то, что впереди данные по инфляции, которые, судя по всему, действительно вырастут, эти данные повысят ожидания того, что Банк Канады вернется к идее дальнейшего повышения процентных ставок. Ну, еще, конечно же, можно рассчитывать на то, что после стремительного ралли, которое произошло по доллару, должна последовать коррекция и снижение, собственно, курса американца отразится на укрепление канадского доллара. Может быть, не совсем, скажем, те основания, точнее, очень натянутые причины, по которым можно верить в укрепление канадца, но я пока что не отказываюсь от уровня 1.30.50, потому что я понимаю, что локально до конца этой недели есть еще причины верить в отработку этой идеи, тем более, что пара доллар-канадец очень лихо и активно ходит сейчас, ей не составит особого труда, скажем, даже до конца текущей такого сессии снова пролиться на 100 пунктов. Вы с нами посмотрите, как быстро меняются настроения трейдеров в этих инструментах. По австралийцу 0.7352, это лу, в 50 пунктах мы к цели, от цели 0.73. Ну, опять же, как стремительно теряет позиции валютный риск сейчас, я думаю, что все же до конца этой недели у нас будет причина порадоваться, потому что цель 0.73, скорее всего, будет сделана, и мы еще по одной валюте в странах Яни достигнем профитного ориентира, с которым я с большим удовольствием вас всех поздравляю. Друзья, пока не мудрите, ни в коем случае не покупайте австралийца, думаю, что при текущей динамике пара может и не остановиться на поддержке 0.73, но ставить на большее снижение не нужно, повторяю, делаем цель 0.73, закрываем позицию. Ну, что касается основных событий, разобрали, опять же, поговорили о вчерашней торговой сессии, остается только пожелать вам хорошего дня, увидимся мы завтра, как всегда, в 9.30 по московскому времени и будем разбирать сегодняшние отчеты по инфляции и особенно предвзято, может быть, поговорим о британцах. Еще раз повторяюсь, последний шанс я лично даю сегодня этому активу, чтобы порадовать всех трейдеров, кто его покупает. Я думаю, что и фунт последний шанс дает статистики, которая будет опубликована через полтора часа, друзья. На этом все, всего доброго, до свидания.